Весной 2020 года ровер NASA Curiosity отправился в путешествие длиной в полтора километра, которое предполагалось завершить летом. Но остановка для нового сверления пород растянула возможные сроки окончания поездки на осень. Предполагается, что к концу поездки ровер сможет подняться к следующему участку геологического интереса на склонах горы Эолида высотой 5 километров. Начиная с августа 2012 года марсианская научная лаборатория Curiosity находится в поисках условий, которые могли поддерживать микробную жизнь на Древнем Марсе. Гора Эолида расположена на дне кратера Гейл и состоит из осадочных слоев, нараставших со времени. Каждый такой слой помогает детализировать представление о том, как Марс превратился из подобного Земли мира с ее озерами, реками и более плотной атмосферой в почти безвоздушную ледяную пустыню, которой он является сегодня. Следующая намеченная цель, куда движется ровер, это часть горы, называемая сульфатосодержащим участком. Сульфаты, такие как гипс и магнезия, обычно образуются в присутствии воды при ее испарении, и они являются еще одним ключом к пониманию того, как климат и перспектива присутствия жизни изменились почти 3 миллиарда лет назад. Летом 2020 года в своей поездке к сульфатному участку ровер Кириости начал осуществлять объездной маневр длиной в полтора километра, чтобы избежать огромное поле песчаных дюн, где Кириости мог застрять. Изначально миссия рассчитывала достичь нужного района ранней осенью, но научная группа решила остановиться по пути для сверления грунта и внимательного изучения местности и атмосферных явлений. В зависимости от ландшафта местности, максимальная скорость ровера Кириости варьируется от 25 до 100 метров в час. Часть своего летне-осеннего путешествия Кириости совершил, используя возможности автоматического вождения, которые позволяют ровера самостоятельно избегать больших камней или опасной местности. Работающие в период пандемии из своих земных домов водители ровера допускают возможность автономного движения Кириости, когда им не хватает изображения местности, а в будущем команда миссии надеется на большую, автономность ровером. Пока же Кириости останавливается, если у него недостаточно информации для самостоятельного совершения поездки. Путешествие к новому участку Кириости оставляет позади глинистый участок Глен Торидон, расположенный у основания горы Эолида. Участок, который исследовался ровером с начала 2019 года и в котором было обнаружено наибольшее содержание глин с начала миссии. Ученые интересуются древней водной средой, в присутствии которой образовалась эта глина. И тем, могла ли та среда поддерживать древнюю микробную жизнь. Поверх сульфатного и глинистого участков склона растянулась отдельная геологическая формация фронтон Гринхью. Эта часть склона покрытая слоем песчаника. Вероятно, фронтон является отражением важного переходного периода в климате кратера Гейл. В какой-то момент озера, которые заполняли кратер диаметром 154 километра, исчезли, оставив после себя слои отложений, которые со временем эродировали в гору, которую мы видим сегодня. Фронтон Гринхью сформировался позже. Правда, от ветровой или водной эрозии пока неизвестно. Затем ветер занес его поверхность в песку, формируя песчание. Северный конец фронтона покрывает глинистую область и, хотя склон фронтона крутой, команда ровера решила заехать на него еще в марте, чтобы рассмотреть издалека местность, до которой ровер должен добраться позже в ходе миссии. Когда Кириостин заехал на поверхность фронтона в марте 2020 года, ученые с удивлением обнаружили небольшие круглые неровности на поверхности песчаника. Маленькие сферы были найдены внутри песчаника как на поверхности фронтона, так и ниже его уступа. Для образования таких узелков по родин требуется присутствие воды. Команда миссии пришла к выводу, что в какой-то момент после формирования фронтона водная среда могла вернуться, подвергнув размытию скалы, через которые протекали потоки. Ровер предыдущего поколения Opportunity еще в 2004 году обнаружил аналогичное геологическое образование, получившее название Черника. Эти конкреции стали привычным зрелищем на всех склонах горы Эолида, хотя недавно обнаруженные образования различаются по заставу от тех, что нашла миссия Opportunity в 5000 километрах от кратера Гейл. Научная программа миссии к Юрёсте довольно гибкая, поэтому не исключен вариант совершения дополнительного объезда для проведения исследования этих новых образований. Предполагается, что вода присутствовала внутри кратера Гейл еще долгое время после того, как озера исчезли и гора приобрела свой нынешний вид. Это открытие продлевает период, в течение которого в древности внутри кратера поддерживалось условие, способные поддерживать жизнь, если она когда-либо там существовала. Кьюриосити был разработан, чтобы пойти дальше, просто поисков признаков присутствия воды, удачно выполненных в свое время Opportunity. Теперь перед учеными открывается древний мир, который давал условия для поддержания жизни дольше, чем предполагалось ранее. Субтитры создавал DimaTorzok Расположенная на мачте или условной голове ровера Curiosity, мачтовая камера Mastcam запечатлела эту панораму горы Эолида. 13 октября 2019 года на 2555-й сол или Марсианский день миссии. Изображение состоит из 44 отдельных снимков, сшитых вместе. При создании панорамы использовался телеобъектив камеры. Съемка проводилась в утренние часы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Канал «Эстетика будущего» — это хобби одного человека. Автору хочется выдавать качественный контент, что требует времени. Так что спасибо за ожидания. Чтобы автор мог уделять больше времени каналу, помогите его продвижению к комментариям, отметка «Мне понравилось». Также делитесь видео в социальных сетях. Вступайте в группы канала на Facebook и в Telegram. Там довольно часто публикую научные новости и даже джив-картинки. Всем еще раз спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok